итак всем прям энергии подписчики а также быть каналом да вот так вот удивительно нам удивились наверно шип гранавер 2 когда-то я уже играл соответственно его начал играть появилась 2 до 7 значит первое был делся соответственно wars шип это военные корабли который да представляют значит в игре можем разбирать их соответственно но тут против военных кораблях есть радиоактивные вещества препятствий проведения работы ночью на старых кораблях и соответственно нужно вооружиться счетчиком гейгера который предупредит вас значит об опасности где что он да и девочка нужно как-то быть аккуратнее и второе соответствовал 7 она выйдет одиннадцатого марта и разработчику мне как одному из первых так сказать для получивших крючка на эту игру давно-давно-давно еще где-то 20 не помню за счет в том году уже год прошел он дает стилл гианта ганс гигант гиганты здесь будут новых четыре класса это танкеры газовоз атомные лида колл и огромный контейнеровоз в общем каждый крест собой уникальный такое испытание представляет им кучу всяких там возможности для разбора что тут спешит соответственно разработчику так примите новый вызов решите проблему проходов заблокированных взрывающимися паровыми трубами тщательно планируйте отключение подачи пара чтобы можно было беспрепятствовать и безопасно ничтожить гигантов неверная резко труп может вызвать множество осложнений но как вы поняли там будет соответственно вот эти вот паровые да там пар будет все это лететь нам мешать да я тут за я тут немножко убираюсь в старом моем корабле в котором рушил рушу еще не дорушил мне эта игра нет она неплохая но очень-очень на мой взгляд такая скучноватая поскольку я в нее когда играл это мой второй или третий я уж не помню корабль которые разбирают если я не забуду может быть здесь поставлю такую ссылочку на начало как сказать игры либо там вторую часть был сам почему что что вы за что первое попадется так сказать мне в руки то я соответственно не сюда влезу такая будет всплывающим подсадочкам вот либо может быть на плейс лист сразу же да и вы сможете так посмотреть как я тут начался так вот в конце конце конечно она немножко задалживает потому что корабли да они маленькие большие где-то есть золотые слитки но там золото можно добыть чуть чуть где-то меньше то есть там где-то в воду можно и так далее да тут видео надо разбирать что вот этот потом краном соответственно а гиганты я сейчас вам покажу вам поздравляем вы нашли напиток во время миграции тунец преодолевать невероятное расстояние кто и тунцы она это типа такая небольшая информация да так вот зачем нужно непонятно возможно и было бы может быть не то чтобы интереснее а разнообразие если бы в игре в данном случае вот герой этот которого вот бегает правда без ноги так знаете ну мы касперы да я в последнее время вот таких вот персонажи которые вы игры особенно вот уже новыми знаете вот любители разработчики в играх делать либо руки есть давно нету либо ног и рук нету то есть такие касперы вот ну кто не знает погуглить такой каспер вот на думаю старше вот моего возраста уже только поймут о чем я веду речь да зильчик мне нравится кататься я в общем-то игру в игру первую которую заметила лака еще был первой части вот этой игры и мне нравилось тоже разбиратель на машинке вот ну и зилок здесь такой биом делал это вообще супер так давайте пора проведемся соответственно но правда звук у него такой не делал скину я так понимаю это даже не сказать что может быть китаец какой-то но очень похож на лил очень похож если был героя данного вот это у каспера было бы чувство голода чувство сна да может быть какой-то немножко такой разнообразие в геймплеер добавила да я соглашусь что многие скажут но нахера да да вот эти вот опять там всякие есть пить и это вы выживалок и так хватает поэтому куда с учетом того что нужно вот этот потребности героя соответственно да я чуть извиняюсь немножко мозг подтупливает на ночь на вариант вот но вы поняли хочу мне но а здесь соответственно и принятие когда корабль и вот от 1 корабль 2 3 и все начинается долбежка сверления там да вот и так далее все одно и то же все одно и то то есть нет никакого то есть вы постоянно она еще краны и анимация прикольный кого-то даже ну как вот это все выглядит да прикольненько все сделано но опять же вот хочется знаете вот опять же вот дом да почему для дома апгрейджи вот я не нашел может быть как-то разработчики добавить или ну вряд ли я думаю да почему все время вы живем вот такой холодки хотя мы денег уходим зарабатываем можно было бы опять же до плиту до поставить прийти домой например здесь же ночи есть да вот есть время суток утром работаешь ночью до ночь наступила да можно включить фонарик не спорю там хорошо довольно таки видно с фонариком но я не особо хочу например лазить ночь а вот ночью делать и тут особо нечего тем более даже поспать ничего даже перемотать ночь можно было бы опять же говорю сделал такое чтобы наступила ночь до садимся приходим в до домой здесь котелочек до сварили супчик там ничего что-то поели там для дню огнем также поели а это просто трофей на нафига мне этот трофей что что дает трофей да так что вот можно было как-то разнообразить ладно давайте посмотрим сад это средний грузовой суроза судно это вот по моему добавилось его раньше не было я начинал вот с этого вот гринрек это был 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 это по моему тоже было да эти у нас были надо вот вот большой балкер корабль я единственно что не очень помню большие корабли но вроде их но их не так мало было когда я вот только-только начинал эту игру играть там очень мало было там может быть парочку штук наверно то может быть как раз вот эти были ну и как видите да у в некоторых больше жидкости да у некоторых меньше жидкости соответственно там вот у этого вообще до самое большое количество жидкости можно брать дальше грузовое судно вот а роману я вот это кстати не помню был ли он или нет а вот она точнее вот это вот старые все я понял да вот старый а вот дел сишны которые пойдут которые будут гигантский то танкер корабль газ кубер какой массивный корабль даже не представляет сколько газа он перевозил может быть по этой причине у него образовалась такая большая дыра по саму центру то есть у него там видать взорвалась он что-то дальше нужно будет кому контракты опять же да вы и кислота масло керосина это все нужно будет сдать за это очень большой такой денежку дай получать получим ну и соответственно ресурсов очень большое количество металла не металлы и жидкости вообще по максимуму разбирать я я не представляю какого-то я я маленький точине средний я вот сейчас разбираюсь средний корабль по моему если не ошибаюсь а так я вот это разбираю до среднее судно я уже задолбался это вот смотрите сколько еще мне да вообще еще 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 собирайте собирать разбирать и разбирать хотя я его верхнюю часть уже всю разобрал мне осталось только вот нижнего на ниже там запаришься и так дальше следующий что у нас еще появится появится гигантский грузовой судно хумбак какой-то это контейнеровоз соответственно у него видите переда нет почему-то он как как вы вообще перетащить непонятно как притащили но в нем жидкости вообще не существует но нету вот это оборудование металла не металла оборудование кстати когда сдаете там получаем помогу если не ошибаюсь золотишко или или же дня не не жидкость золотишко потом получаем следующее это big chang гигантский балкер корабль массивное судно очень такое приколенько классника вот я бы ходят слухи что под дыма дымовой трубой этого судна провозил с контрабанда да такая некая небольшая история про эти грузы ну опять же ресурсов и вещам и последние последние российские соответственно гигантский ледокол это атомный пометочку делаешь это атомный ледокол класса арктика находится управление атом флота входящего группа компания росатом название ледокола 50 лет победы присвоено в честь годовщины окончания великой отечественной войны все годы второй мировой нык корабль является одним из крупнейших ледоколов мире вот вот мы такую победу будем соответственно сможем разбирать и дают возможность но для этого нужно 7500 как если кто играл соответственно в эту игру ну да и есть нету военных кораблей по одной простой причине что на военные корабли я особо даже и с разработчиком не говорил и они мне принят они мне присылали я помню что они мне присылали этот ключик на на этот dlc с военными кораблями но я не особо стал его освещать поскольку но военный к военной корабле и одна фигня да то есть что ну любой корабль который был будем разбирать это дал просто кликая за кликой за кликой называется мышкой корабль и особый я так что-то посмотрел так военную военные военные на здесь же когда уже какие колы вот особенно ледокол атомные пыль появляется контейнеровозы большие такие вот меня вот это вот больше привлекло внимание соответственно чем хотя нет я не спорю что там и в том dlc в котором военные суда там тоже есть прикольненькие кораблики особенно там же этим нужно будет и орудие снимает там и так далее так далее ну это опять же до этого дела в курсе кому-то нравится военный мне нравится военная техника и там это и там и там есть красивые хорошие корабли есть не очень красивые не очень хороших кораблей потому что допустим ну вот это кстати прикольненький такое этот непонятно что за корабль вообще но это так себе поезда тем это вообще половинчатые непонятные особенно вот это что это шлюпка какая-то хотят хотя это средний корабль ну вот а вот вот это мне очень понравился бибик бик чанг победа самого это уж капец не обсуждаема и наверно вот этот счет уже неплохой такой опять же на картинке картинка может быть она конечно и соответствует когда куку куплю до его хоть мне не куплю потому что это очень долго очень ну да а я бы я и соответственно вам просто показал и рассказал что будет вот 11 марта да и если кто то действительно хочет поиграть в что-то такое не прийти за найти как не очень сложная не очень не нужно думающие очень там да и там как заморачиваться как-то сильно игра вот самый раз просто вот ты после работы посидеть постучать но единство что звук поменят потише сделайте потому что ну в уши долго ну когда ты слова кувалды вот такой отработаешь на этом это у меня и уже прокачанная кувалда прокачанная вот и когда ты и дал бы долбишь и когда вот часа два долбежки для немножко потом уши начинает болеть поэтому я звук обычно уменьшаю так раза в два наверно ну вот чтобы ну слышно видно что ты клепки долбишь и все а так сидишь на расслабоне разрушаешь кораблик потом убей бежишь продавцам и продаешь там что-то но смотрите вот у меня час 4000 металлов если я продам даже вот ну давайте две тонны две тонны мы я заработаю на этом solar 40 долларов а мы а нужно нужно с 7000 а вот если победы покупать этаж но я я не представляю я и даже не знаю если сушки а вообще есть люди которые бы вот прошли всю игру всю потому что там есть за две за 4000 стоимости кораблей вот если есть такие да напишите напишите зачерканите что вот я прошел там там всю игру допустим а вот и там а и плюс длси там с военными кораблями хотя вот основную а мы эти 100 долларов блин на вот столько продать чтобы заработать хочу вы тебя продать 100 долларов в охренеть и это знаете это и это я как или как сказать ну делал очень-очень плюс 2 а чё плюс 2 это чё я могу что-то апгрейдить что ли все права от my friend они от сушки мобильные грузы могут уже находиться на кораблях ли можно купить и разместить самостоятельно можно бросать предметы в обмельном парогрузы и потом понимать их прям а слушайте а прикольно 10 ну-ка давайте вот мне мне вот интересно кстати говоря это я вот не знаю как эту хрень вот где рука справа вот видите вот я переключаю там горит плюс 1 но это да это кошка это я могу бабахнуть а даже где груз ты тут а где мобильный груз или он уже на корабле а а а а и и и и и и и и и интересно не очень понятно ладно до 3 очковый но ладно я уж нибудь сейчас и разбираться так что можно вот прокачиваться я я тут уже прокачался соответственно но каждая вот эта прокачка она дает некие повреждения быстрее работаешь молоток быстрее у там и так далее так далее но помимо того что ты здесь покупаешь вот туда за 240 вот прикиньте да а еще кран нужно схему купить да ладно она эта кошка а это кран раньше крана помог рану вроде бы раньше не было такое раньше вроде бы был только канат сейчас можно кран побыстрее дам прокачать так вот помимо того что ты про кого здесь покупаешь 240 ну грубо говоря сначала там по 50 50 стоит или 220 потом все дороже 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 и в какой-то момент у тебя у тебя начинается вот да у меня видела траве раньше не было улучшения так вот видите сколько я улучшал то есть ты сначала за схему платишь а потом ты тратишь ресурсы и плюс еще деньги за то чтобы это еще апгрейдить то есть получается ты платишь два раза сначала схему покупаешь а потом еще и платишь этому кузнецу до кулика чтобы кузнец еще тебе это все вот так вот улучшил игрушка прикольненько ты можешь не подниматься но я вот я сколько мог вот сколько мне хватило когда интереса у нее я пыльны поиграл вот развлекался а игры выходят новые соответственно да я уже переключает больше переключился на другую сию вот ну а вам и комитета хорошей игры и хорошего дополнением причем дополнение кстати говоря стоит вроде бы там не очень дорого стоили 200 рублей будет стоить ну судя по первому вот первое получил такое какой такой сумма была не очень дорогая я надеюсь что это будет не очень дорогая ну а на сегодня все пока пока лица и лайки дизлайки на ваше усмотрение но нет пишите письма высылайте деньги комментарии от вас ожидаю так что не переключайтесь мы с вами скоро увидимся на сегодня пока пока покой ночи и до новых столичьев